2021 стал перекрестным годом межрегионального сотрудничества Франции и России. Сегодня мы расскажем об одном из регионов Франции – Аквитании. Аквитания является одним из древнейших регионов, который достался Франции после падения Римской империи. Даже само его название не основано на французских корнях, а происходит от латинского. Самая современная версия происхождения слова ссылается на латинское слово «аква», от которого произошло название «водная страна». Действительно, миллионы лет назад эта территория была покрыта водами Атлантического океана. Именно под этим названием Аквитания была известна современникам Августа и Диоклесиана. Столь богатое прошлое подарило этой провинции огромное количество памятников истории и архитектуры. Эти земли помнят Цезаря, Ричарда Львиное Сердце и Карла Великого. Регион формировался под протекторатом наследников французского престола, но впоследствии перешел под владычество норманов и вернулся в состав Франции уже после Столетней войны, когда французские рыцари выгнали из Аквитании англичан. В итоге возник уникальный регион, архитектуру и традиции жителей которого сформировали несколько наций. Сегодня Аквитания представляет собой объединение пяти департаментов на юго-западе Франции. Регион славится своими памятниками архитектуры и развитой туристической инфраструктурой, уникальными природными феноменами и вкуснейшей кухней. На территории Аквитании расположен самый крупный лесной массив Франции и всей Европы. Множество климатических курортных центров и несколько рукотворных и природных чудес, таких как церковь в скале, уникальный залив Лиман, пещера Ласка с флесками древних людей. Историческая область на юго-западе Франции и до недавнего прошлого один из 22 регионов, а с 2016 года часть вновь образованного региона Новая Аквитания, расположена на побережье Атлантического океана, в севернее Пиренеев. Столица бывшего региона Аквитании, город Бордо, по-прежнему является самым крупным городом. Аквитания занимает 8% территорий Франции и была на третьем месте по площади. Разнообразные природные ландшафты, известные во всем мире виноградники, огромное количество исторических памятников – это Аквитания туристическая. Одной из самых ярких достопримечательностей региона считается Кордуанский маяк. Он был сооружен в гиблом месте, где всегда были опасные воды, в устье Жеронды, примерно в 1584-1611 годах. Этот самый старый маяк Франции находится на 10-м месте по высоте среди всех маяков мира – 68 метров и 301 ступень до верха. Но стоит приложить усилия и подняться на самый верх, откуда открывается потрясающей красоты виды и обзор на 360 градусов. Из Бордо можно отправиться, например, в Аркашон, где находится уникальная природная достопримечательность – песчаная дюна Пила. Высота дюны 104 метра, а песчаные пляжи протянулись на 250 километров. Расположенная неподалеку рыбацкая деревня Гюжан-Мистрас – родина знаменитых аркашонских устриц. И поскольку речь зашла о деликатесах, стоит напомнить, что Аквитания – лидер по производству фуагра – паштета из гусиной печени. Есть даже музей, посвященный уникальному блюду. Музей фуагра считается одновременно также и дегустационным залом, и магазином, где можно приобрести понравившиеся продукты. Здесь вы можете познакомиться с историей этого уникального блюда, а также с историей французской гастрономии. Еще одна достопримечательность – это замок Камарк в долине реки Бьонь. Не самый, может быть, впечатляющий с архитектурной точки зрения, зато с весьма любопытной историей. Другие названия – замка, забытая крепость, замок спящей красавицы. Появилось оно не случайно. Замок XII века был обнаружен в лесу в 60-х годах XX века. Никто не помнил о его существовании несколько столетий. А когда-то владения принадлежали представителям некого дворянского рода с весьма нехорошей репутацией грабителей из большой дороги. Впрочем, скорее всего, это просто сказки. На самом деле владела замком семья Дебейнак, и едва ли они были разбойниками. Известно только то, что последний из Бейнаков скончался в стенах замка в 1656 году. С 1994 года замок Камарк или то, что от него осталось, можно посетить. В Аквитании огромное количество достопримечательностей, и поэтому туристы со всего мира едут в этот замечательный регион. В 2019 году курорты Северного Кавказа и Франции стали побратимами. В частности, Геленджик и Ангулем, Туапсе, Ажен стали городами-партнерами. Договор об установлении дружественных связей города Ажена с Туапсе подписан в 1976 году, а между городом Ангулем и Геленджиком в 1977. В честь дружбы одна из красивых пешеходных улиц в центре Геленджика получила название улица имени города Ангулем, а жители Ангулема с удовольствием отдыхают в тенистом парке под названием Геленджик. Продолжение следует...